Добрый вечер, уважаемые коллеги. Действительно, время достаточно ограничено, поэтому я бы хотела рассказать не о том, собственно, что такое представляется концепция закупки 4.0, она тесно связана с концепцией индустрии 4.0, которую вы наверняка все знаете, а о том, какие инструменты, по нашему мнению, из новых технологий наиболее применимы в закупках и где, и то, что нам уже удалось сделать в этом направлении. Прежде чем начинать говорить, хочу кратко анонсировать наши исследования, которые готовятся сейчас к выпуску. Очень интересная информация получилась по итогам опроса 500 компаний по всему миру, в котором, в частности, участвовали российские компании. 62% руководителей говорят, да, закупки это важно, цифровизация это важно, мы ожидаем каких-то таких серьезных эффектов, и только 16% четко представляют, куда они будут двигаться с точки зрения закупки. При этом, если говорить о ожиданиях, то в основном это два приоритета. Первое – это снижение трудозатрат, второе – это повышение прозрачности. Ну вот, есть у нас такая история, шесть компонентов закупки, наверное, я останавливаться на ней сейчас не буду, она достаточно высокоуровневая. Здесь, если коротко говорить, это вот наши прекрасные цифровые инструменты в качестве фундамента, это готовность организации, ну и космос, это торговля дополнительными какими-то инструментами, информацией, данными, тенденциями и обменами с другими контрагентами за деньги, так называемая дополнительная стоимость. Вот эта вот таблица более интересна. В принципе, если рассматривать процесс закупок, начиная от планирования до категорийной стратегии, категорийного менеджмента, заканчивая непосредственно коммерческой частью закупки, то, что называют консультанты Procure-to-Pay, а по-русски это управление исполнением договоров, то мы видим три основных направления. Это блокчейн. Оффлайн очень интересно пообщаться о том, какие трудности были. Второе серьезное направление – это роботизация. Я бы, наверное, в ограниченном времени на ней остановилась подробнее, потому что это серьезное сокращение трудозатрат на рутинные операции. И третье, то, о чем говорят коллеги, и, наверное, еще не раз вам расскажут, это обработка больших данных. Ну, что хотела сказать. Во-первых, какая основная история про блокчейн? В чем фишка? Фишка в том, что нам не требуется дополнительно проверять транзакции. Они сразу чистые. Это стопроцентный аудит транзакций. Поэтому, наверное, самое применение серьезное – это там, где у нас ситуация касается обмена ценностями. Как коллега уже, он абсолютно правильно пытается сделать это на транзакции обмена материальными ценностями и оплатами. И второй момент – это применение блокчейна для подтверждения достоверности обмена предложениями. В процессе бидинга мы тоже рассматриваем, реализовываем, и сейчас делаем такой проект, песочницу по тому, каким образом, как можно будет применять блокчейн для проведения закупок. Вторая история – это роботизация. Наверняка сейчас здесь уже упоминался чат-бот. Это одна из разновидностей роботов. Есть еще, идея в принципе не новая, есть еще имитатор действий человека, программный имитатор. Мне кажется, это сейчас наиболее перспективное направление, и нам уже удалось успешно реализовать проекты по внедрению чат-бота на рутинных операции в закупке, потому что, первый момент, у нас достаточно большие компании, у нас большое количество систем разных, и, к сожалению, от лоскутного одеяла, даже если саб, то в одной компании одна настройка, в другой компании другая, в третьей – третья. А в более больших компаниях, и в принципе, это целый рост программ, это где-то 1С, где-то стоит саб, где-то стоит урок, особенно если было приобретение. Так вот, роботизация помогает сделать достаточно недорогую сшивку и интеграцию переноса данных из одной формы в другую. Второй момент – это снижение трудоемкости рутинных операций. Потому что, когда я прихожу к клиенту и говорю, коллеги, полезно уведомлять всех о том, какие результаты у конкурса были, и почему именно эти поставщики у вас не выиграли. Это полезно. Они говорят, да-да-да, очень полезно, только у нас времени нет. Писать вот это письмо в 28 поставщиков и проверять. Вот в частности, чат-бот это делает. Либо точно такая же история с квалификацией. Мы еще находим время общаться с квалифицированными, с успешно квалифицированными поставщиками. А вот общаться с той кучей неквалифицированных поставщиков и объяснять им, что им не хватает, на это уже времени не остается. И здесь хорошо работает чат-бот на коммерческой закупке. Второй момент. Роботы также имитируют ручной ввод данных или ручной сбор данных. Один из проектов, который мы делали, заключался в следующем. Большая холдинговая компания, куча подразделений, раз в месяц собирает информацию о кредиторской и дебиторской задолженности. Система у всех разная. То есть 15 числа вся компания дружно садится и начинает выкачивать из разных систем отчеты. И отчеты-то они уже стандартизировали, но занимает это неделю. Потом они аккуратно сверяют циферки, потом выводят топ-20 и радостно ложат эту историю на стол руководителю. А потом руководитель начинает задавать вопросы. Почему вот так? Почему вот так? И очень трудно поднять это все. Что предложили? Поставили робота, который, имитируя человеческие действия, просто выкачивает из этих всех систем отчеты, берет правильные поля, складывает и формирует этот отчет. Вместо недели у нас получилось чего-то часа два, по-моему, этой истории. Посчитайте, какая экономия трудозатрат. Понятно, что роботы идут на рутинные операции и требуется достаточно такой детальный анализ того, что мы делаем. Что, например, единый сервисный центр обслуживания делает, что делает конкретный руководитель или конкретный отдел, который обрабатывает эту информацию. Но, тем не менее, на небольших операциях мы экономим. Мы высвобождаем ресурсы, которых мало, для того, чтобы думать и для того, чтобы принимать нестандартные решения. Ну и третья история – это обработка больших данных. Это, в принципе, агрегация большого количества информации. Я, наверное, не буду на ней сильно останавливаться. У нас здесь много спикеров по этому поводу. Вот небольшая матрица о том, что наиболее поддается автоматизации. Как мы видим здесь, во-первых, это обработки счетов, это сверки различные, это формирование утверждения заявок, заказов. И все эти операции, которые не требуют особо каких-то таких умственных способностей, могут быть легко стандартизированы, но, соответственно, отнимают много времени. Хотелось бы очень коротко рассказать о том, как мы подходим к исследованию предмета и где должны быть применены новые технологии. Первое, что мы делаем у клиента – это мы выделяем ряд процессов, которые потенциально могут быть пригодны. и, как сказать, где можно хорошо получить эффект от автоматизации. Первые претенденты – это, во-первых, трудоемкие процессы. Второе – это достаточно стандартизированные процессы с большим количеством повторяющихся решений. Второе – мы смотрим, какое цифровое окружение и насколько оно стабильно. Часто тех же роботов применяют для того, чтобы разработать временное решение. Они достаточно дешевые перед интеграцией. Но, в принципе, нам необходимо, повторяющиеся операции, нам необходимо достаточно стабильное окружение. Например, выкачиваем один отчет, делаем какую-то одну операцию. Третий критерий – это достаточная трудоемкость. То есть, если таких операций 200 в месяц, вроде бы ничего. А если их 2 миллиона в месяц, уже экономия серьезная и трудосотраты серьезные. Третье – это выбор тех процессов, где требование к качеству, требование к сверке, оно повышенное. Потому что робот не ошибается, он не спит, он не ест, и руки у него не дрожат. Соответственно, там, где повышенные требования именно к качеству, именно к четкости ввода информации или переноса информации, аналитики, стоит ставить робота. Ну и последний критерий – это информационная безопасность. То есть, насколько процесс чувствителен к этой информационной безопасности, насколько он может обеспечить… Ну, во-первых, насколько мы можем доверить это роботу, потому что бывает такая ситуация, что, например, мы, конечно, можем поставить робота на рутинную операцию, но у нас должен быть конкретный бухгалтер, который ответственен за конкретную проводку. Мы не можем в истории операции написать «робот сделал». Да, он может сделать максимум сверок бухгалтерских стандартных, но в конце кнопку должен нажимать человек. О примерах. Вот как раз несколько примеров там, где мы применяли роботов. То есть, мы аудировали процессы и вот данные по сверке информации о дебюторской задолженности. То есть, человек у нас на одну операцию затрачивал 8 часов, робот у нас затрачивал 2 часа на то, чтобы взять эту информацию, выделить и поставить в ячейку нужным. Что еще есть? Вот крупная химическая компания. Немножко расскажу контекст. Компания идет по пути полной централизации закупок и даже очень дешевые по материальности транзакции она выполняет в едином сервисном центре. Когда они все это собрали и сказали, мы перевели в единый сервисный центр 90% нашей номенклатуры закупок. Первый вопрос, который я им задала, коллеги, а у вас закупочный цикл на сколько увеличился? Они говорят, ну, 30 дней. Но компания активно над этим работает. Мы знакомы давно достаточно с ней. И как одно из решений вот эти вот рутинные операции рассылка уведомлений поставщика, отчеты, там, например, сбор информации, когда вы собираетесь откружать, она передала роботам. То есть робот генерит определенные сообщения, он получает ее по электронной почте и как бы считывает. Коллеги, наверное, я на этом закончу. Я единственное, что хотела отрезюмировать, что нужно для того, чтобы правильно вводить операции, какие требования. Во-первых, опять набирает актуальность детальное исследование бизнес-процессов. Причем, если для целей автоматизации мы их достаточно детально прорабатывали, для менеджерских целей они менее детальны, то здесь детализация вплоть до движений на тех процессах, которые мы выбрали. Второй момент. Перед тем, как разрабатывать такие решения, на что мы смотрим? Мы смотрим на то, сколько операций должно быть стандартизировано и как стандартизировано. Потому что теперь трудозатраты основные переходят не на набивание, не на перенос, не на сбор средств, а на разработку правил и обучение робота. Процесс достаточно интересный, особенно когда чат-бот, то есть он, например, ты закладываешь в него два сценария, он начинает общаться с клиентом или с твоим поставщиком в нестандартной ситуации, он зовет тебя. Зовет живого оператора. Живой оператор отвечает на вопрос и дальше с помощью инструментов искусственного интеллекта, с помощью анализа данных мы заносим этот вариант вопроса в алгоритм робота, и он начинает обучаться. Это тоже достаточно интересный процесс и достаточно благодарный. Но прежде чем начинать автоматизацию, это снова нужно смотреть на процессы и снова нужно смотреть на стандарты. Коллеги, спасибо. Редактор субтитров А.Семкин